Субботняя вспышка заболевания COVID-19 в минувшую субботу оказалась связана с гастарбайтерами из Узбекистана. Среди 13 человек, у которых был обнаружен вирус, 5 приезжих работников. Остальные их контактные лица. Как государство планирует контролировать рабочую силу из-за рубежа, выяснял Даниил Смирнов. О бычеговой вспышке COVID-19 Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил накануне. Коронавирус был найден у 13 человек. Переносчиками стали 5 гастарбайтеров из Узбекистана. Они приехали в нашу страну через Белоруссию. Мы можем сказать на сегодняшний момент, что по крайней мере у одного есть ярко выраженные симптомы. И у других мы будем наблюдать, что будет дальше. Как удалось выяснить латвийскому телевидению, заболевших гастарбайтеров из Узбекистана должны были трудоустроить на торфяных разработках. Но сейчас они находятся в изоляции. С 10 июня почти 700 гастарбайтеров из разных стран получили разрешение на работу в Латвии от Латвийского агентства инвестиций и развития. В основном это работники из России, Украины, Белоруссии и Узбекистана. Последних въехало почти 200 человек. Предприятие, которое ввозит иностранных работников, фактически удостоверяет, что они провели тест на COVID-19. И о том, что этот тест негативный. О том, что лицо не перемещается общественным транспортом. Также предприятие гарантирует, что если работник заболел, то они покроют все медицинские расходы. Кроме этого, предприятие обеспечивает и гарантирует режим самоизоляции после завершения работы. По словам Юрия Перевозчикова, СПКЦ готовит законодательную инициативу об обязательной проверке всех приезжающих гастарбайтеров на границе. На настоящий момент такого обязательного требования нет. Часто работники уже приезжают с готовыми тестами, но мы считаем, что этого недостаточно. Мы рекомендуем проводить, когда работник приехал. Также мы выступили с законодательной инициативой, что в таких случаях было бы не лишним все-таки проводить эти тесты как обязательная процедура по прибытии и также в конце первой недели. Напомним, предыдущий случай массового завоза коронавирусной инфекции приезжими из Узбекистана был зафиксирован в Литве 15 июля. Тогда были заражены 18 водителей-дальнобойщиков, которые приехали в страну через Рижский аэропорт. Однако, как рассказал русскому вещанию один из владельцев транспортной компании на условиях анонимности, у него работает дальнобойщик из Узбекистана, который уверен, что вся история с коронавирусом в Литве разыгралась только потому, что работники не были нужны транспортной компании в таком большом количестве. По его словам, его товарищ был в числе этих водителей, и в самолете кто-то из них почувствовал какое-то недомогание легкое, и после чего обратился, приехали они уже в Литву, он об этом кому-то рассказал, начался переполох, и, соответственно, их поместили на какой-то карантин. Со словом водителя это и было какая-то странность была в том, что не был диагностирован коронавирус, раз все поместили на карантин и делали какие-то анализы, но две недели они там находились, и в дальнейшем собирались отправить дальше в Узбекистан. И по версии водителя, это связано больше с тем, что работники оказались ненужными, то есть такая версия была, с его словом. Узбекистан со своим 33-миллионным населением сейчас на 61-м месте в мире по заболеваемости COVID-19. На текущий момент там свыше 20 тысяч заболевших. Для сравнения в Латвии – 1219. Данил Смирнов, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.